Караганзинцы требуют прекратить строительство золоотвала основной ТЭЦ. По проекту хранилище золы займет площадь в 375 гектаров черте города. Люди выступают против. Они боятся, что им придется дышать этой пылью. Людмила Батюшкина расскажет подробнее. Это уже не первая встреча жителей с владельцами ТЭЦ, компанией Караганда Энергоцентр, экологами и властями. Даже обещания нового водопровода и асфальта от района Вакимата не помогли успокоить людей. Они уверяют, что в прошлом году при рекультивации старого золоотвала задыхались от пыли, а белье на улице сразу становилось серым. Мы там живем. Из-за этого мы против. Пускай выбирают другое место и переезжают. Почему они должны наше именно жилье тревожить? У нас сейчас там идет угроза потопления. Это первая угроза. Они поменяли даже русло реки. У нас с одной стороны, например, карьер, раскопанный, все оставленный, как бы не засыпанный. Свалка, получается, городская. И теперь еще и золотвал. Мы ближе всех, поэтому мы сейчас возмущены. Общественные слушания прошли два года назад, говорят в энергоцентре. Но жители узнали о проекте лишь три месяца назад, когда начались работы. Теперь у владельцев ТЭЦ уже нет времени разрабатывать новый план. Это займет четыре с половиной года. А уже через два переполнится действующий золотвал. Осталось всего два года. Мы на сегодняшний день, да, Караганда многоцентр. 80% это тепла, это ТЭЦ-3. Ваши дети учатся в высших учебных заведениях города. Там тепло, мы обставляем. Ваши, у нас 114 школ, 99 детсадов. Сейчас попытаемся на газовый перейти. В дальнейшем, если газ, соответственно, будет в Караганде, мы постараемся все котлы перевезти. Но, опять же, послушайте, этот газ, когда будет, еще непонятно. Представители Акимата и самой ТЭЦ также попытались убедить горожан в необходимости полигона для золы. При отсутствии золоотвала, да, ТЭЦ-3 придется останавливать. При каких-то техногенных делах, авариях, да, то есть нам тоже придется останавливать. То есть без золоотвала станция не может существовать. Владельцы ТЭЦ обещали использовать экспериментальную технологию для предотвращения пыления и защитные лесополосы. Но жители не верят и готовятся подать иск в суд. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.